Весна. Время контрастов. Ещё вчера на улице возвышались сугробы и дул промозглый ветер. Сегодня вовсю пригревает солнце. По дорогам бегут ручейки. А через неделю распустится первая листва. И природа преобразится. Люди, рождённые в этот период, также неоднозначны. Они не похожи друг на друга, как весенние месяцы. Первые чересчур медлительны и невозмутимы. Вторые, наоборот, совсем соглашаются и плывут по течению. А третьим препятствие только покажи. И они в ту же секунду начнут его преодолевать. С чем это связано? Конечно же, причиной всему весенние знаки зодиака. Весна – это то время, когда природа заканчивает свою спячку. А зодиакальный круг подходит к концу. Но одновременно нет конца, а только лишь начало. Одновременно идёт новый зодиакальный круг. И вот тут рождаются необычные личности, необычные люди, непонятные натуры. Для российских граждан год давно закончился. Но по зодиаку он завершается только в марте. И закрывают его рыбы. Это чрезвычайно сложные и особенные натуры. Среди рыб практически невозможно выделить определённый типаж. В их рядах есть спокойные домоседы и активные путешественники. Изнеженные личности и непривередливые герои. Но всех рыб объединяет одно качество. Они безумно любят плыть по течению. Рыбы. Этот знак очень не любит трудности. Они либо стараются их не замечать, эти трудности, либо стараются, скажем так, уходить от них. То есть бороться с трудностями – это не про рыбу. Рыба обязательно уплывёт куда-либо подальше. Светлана Зотова с детства интересовалась гороскопами. И теперь с первого взгляда может определить, какой знак зодиака у того или иного прохожего. Но вот новый знакомый Светланы просто поставил девушку в тупик. Она встретила его в ночном клубе и долго наблюдала. Сначала парень показался ей обворожительным львом. Потом – романтиком-стрельцом. К концу вечера он так запутал её своим поведением, что Света не выдержала и первая подошла к нему познакомиться. Я просто подошла к нему и спросила, кто он по знаку зодиака. Он сказал, что он рыбы. Ну, на эту тему мы разговаривали про знаки зодиака, про астрологию, много про ещё про что на последующих свиданиях. Но мне бы очень хотелось узнать всё-таки, что мне стоит ожидать от этого знака. Рыбы, как и львы, любят от души смеяться, и лекаковны могут быть вспыльчивыми. Какой набор качеств возьмёт себе та или иная рыбка, угадать сложно. Но о чём уж точно не стоит волноваться – это о двуличности рыб. Рыбы – самый бесхитростный знак зодиака, который никогда не будет притворяться. Так здорово, теперь я знаю, что я могу на него положиться. Если что-то пойдёт не так, я это почувствую и буду об этом знать. Ну, также у меня ещё мама с папой родились весной, только один из них – телец, а другой – овень. Может быть, есть тоже какие-то особенности, о которых я не знаю. Созвездия Овна не случайно главенствуют в самый разгар весны. Земле требуется мощный заряд энергии, чтобы проснуться и показать миру яркие краски. Звёзды Овна как раз и одаривают нашу планету мощным энергетическим импульсом. Достается всем – растениям, животным и людям, которые рождаются в этот период года. Не случайно овны открывают зодиакальный круг. Они начинаются с конца марта – начало апреля. Это яркие, сильные и импульсивные натуры. Ещё одна отличительная особенность овнов – это удачливость. Благодаря своей активности они часто оказываются, что называется, в нужное время, в нужном месте. Так, например, и сложились карьеры российских овнов – Елены Кориковой, Сергея Лазарева и Анастасии Заворотнюк. А вот об особенностях характера соседнего знака – тельца – мы попросили рассказать лично одного из них. Писательницу Юлию Шилову астрологи называют «типичным тельцом». Этого не отрицает и сама знаменитость. Но когда эти знаки стали модны, я тоже стала увлекаться, узнала, что я телец. Но мне даже стало как-то обидно, потому что телец – это такой знак, наверное, не женский, коровка какая-то. Но со временем этот знак помог мне целеустремленностью, сдержанностью, спокойствием. И благодаря этому знаку зодиака я все-таки верю в то, что я очень многого добиваюсь. Астрологи объясняют, после энергичного овна космические заряды шлет на Землю более спокойный телец. В этот период весны земным обитателям уже не требуется нового энергетического всплеска. И звезды одаривают планету более ласковыми и мягкими импульсами. Эти заряды передаются и людям, рожденным под знаком телца. В реальной жизни я могу быть совершенно разной, даже агрессивной, чересчур эмоциональной. Могу совершать какие-то необдуманные поступки, но дома, уже в семейной обстановке, я всегда очень спокойная, нежная. Юлия признается, ее, как настоящего телца, сложно разозлить и выбить из колеи. Это качество очень пригодилось ей в начале карьеры. Привычная жизнь рушилась буквально на глазах, а Юлия просто старалась не обращать на это внимания. Невозмутимость во всем не только помогла ей выжить в тяжелые годы, но еще и приобрести славу и популярность. Я считаю, что покорение столицы, это тоже связано с моим знаком зодиака, потому что именно спокойствие, уверенность в себе, целеустремленность, может быть, чересчур высокие амбиции помогли мне взять Москву вот такой силой своего характера. Еще одна характерная черта телца – это упрямость. Юлия Шилова признается, это качество в ней тоже есть. Писательница рассказывает, что не будет сразу мчаться в бой. Сначала подумает. Но уж если решит, что ей что-то надо, никогда не отступит от намеченных планов. Прежде чем что-то сделать, нужно достаточно хорошо подумать. С виду кажется, что мы тельцы тормозим, мы не можем принять какое-то решение. На самом деле мы не тормозим, мы просто не делаем каких-то чрезмерно быстрых поступков. Мы обдумываем свои поступки, принимаем самые оптимальные решения и ищем ходы и пути, возможности, как сделать это для себя более комфортно, выгодно. Да, правильному расчету у тельца стоит поучиться. Овен, в отличие от него, действует быстро и не думая о последствиях. Но ему сопутствует удача. Рыбы и вовсе стараются избежать проблем. Без них им легче живется. Все эти знаки абсолютно не похожи друг на друга и могут подарить окружающим гамму различных эмоций. Каждый из них – настоящая индивидуальность, яркая, необычная, как и весна. Время года, в которое они появились на свет.